Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Этот ролик я хочу начать уже с вечера и рассказать, собственно, о том, как прошел мой Новый год. Хочу рассказать про подарки в конце видео, но в основном этот ролик будет зациклен на том, что было с питанием в этот день, то, как я питалась, чего я боялась, что смогла преодолеть и какой вышел итог. Я надеюсь, что вам понравится этот ролик. Обязательно подписывайтесь на меня, пишите в комментарии, потому что мне очень приятно видеть вашу обратную связь. Ставьте лайки и погнали смотреть это видео. У меня уже такой небольшой апгрейдик, один из подарков. Это микрофон. Большое спасибо моим родителям. Это очень классно, но об этом позже. Let's go. Итак, я начну по порядку. Я специально расписала себе, что и куда нужно делать, чтобы видео получилось достаточно структурированное, и вам все было понятно. Начну с того, что совсем недавно, буквально неделю-полторы назад, я начала всерьез задумываться о том, что, возможно, мне стоит набрать вес. Вот. Все это началось с того, что я поговорила со своей подругой, и как-то она мне сказала, что, ну, правда, мало весишь, может, стоит поднабрать. Долгнула меня, скажем так, на эту мысль. Ну, и у меня есть сестра, которая долгое время пытается набрать вес, но из-за того, что у нее пищевое поведение настроено на то, что она просто не может переедать, у нее это не получается сделать долгое время. Но папа очень хочет, чтобы мы обе набрали вес. И, собственно, мы с ним поговорили, с ней как-то тоже обсуждали это. И получилось так, что я подумала, что, может, правда, стоит это сделать, это не так страшно. В общем, подруга с папой меня натолкнули на эту мыслишку. Я даже приняла ее всерьез и, правда, подумала, что, возможно, стоит, потому что я болела, и во время болезни я вставала на весы, когда я не взвешивалась время, когда болела, собственно. И в конце уже болезни, когда начала выздоравливать, я решила взвеситься, и там просто был вес 41, я такая, господи, какой ужас, что это такое, нам такое не нужно. Слишком худой я быть не хочу, 40 килограмм мне не нужны. И я такая, так, надо набрать. В общем, три дня, если не ошибаюсь, или два. После болезни я, даже во время вот выздоровления, я питалась интуитивно. Честно, это был очень классные два дня, потому что я, правда, кушала, кушала средние порции, не переедала особо. Ну, то есть примерно выходило на 600 калорий, как я в итоге поняла, спустя несколько дней. Но я интуитивно кушала и кушала то, что мне хотелось, никак не заморачиваясь над остальными какими-то параметрами в еде. Так, собственно, мой вес вернулся в стабильные примерно 43, а потом я такая, ммм, начнем набирать вес. В общем, я сделала себе четмил, за который съела, по-моему, 3000 калорий, если не ошибаюсь, и я после него ничего не набрала, потому что я уехала на дачу без весов, прошло, если не ошибаюсь, 4 или 5 дней. Я вернулась обратно на 1000, потом 1100, 1200, 1300. И, собственно, таким образом после этого четмила превес равнялся нулю. Я приехала в Москву, взвесилась, там даже было, как бы, цифра меньше, чем была до этого. В принципе, это было очень даже прикольно. И потом, ровно через неделю, я сидела, делала уроки, и мне в голову пришла мысль устроить очередной четмил. Я такая, ммм, было бы прикольно. Я не знаю, просто вот неделя прошла, мне кажется, даже время совпало, и мой организм такой, пора снова хавать, много хавать. И я устроила себе второй четмил. Сколько я весила после этого четмила, я тоже не взвешивалась. Я никогда не взвешиваюсь после каких-то таких сильных переданий или после праздников, потому что это бесполезно, и вообще не делайте так. Вот, ждите хотя бы 3-4 дня, и только потом вставайте на весы. В общем, прошло 3 дня, и мой вес был 44,5 на Новый год. И, честно говоря, меня это испугало, потому что я, не знаю, у меня включилась та самая паника, когда набираю вес, у меня включается паника, и мне становится очень страшно, что, мол, я какая-то безвольная, не могу держать себя в руках, и вообще что это такое, надо обратно. В общем, еще на Новый год я поняла, что набирать вес я не хочу, мне это не нравится. Я поняла, что у меня нога стала шире, что мне так уже как-то некомфортно, и что я хочу обратно. Но Новый год был Новым годом, и как бы в этот день в любом случае мне бы пришлось съесть больше. Я планировала это давно, и у меня это как традиция, поэтому я не хотела ей пренебрегать. Ну и начнем сразу со страхов. На самом деле в Новый год с самого утра я очень боялась, что переем раньше времени. Как бы это странно не звучало, я боялась, что я нажерусь прямо с самого утра, и к вечеру, когда у нас будет праздничное застолье, у меня уже будет полное пузо, и я вот так вот буду сидеть и понимать, что ничего уже туда из праздничного стола не влезет. А мы старались, готовили, и, собственно, там было много интересных позиций, которые я хотела покушать. Завтрак, в принципе, прошел нормально. Я как и придумала, сделала себе оладушки, мягкий творог там, всякое вот это. А вот на обед уже произошел какой-то небольшой трешич, потому что мама испекла новый хлебушек, и этот хлебушек я решила покушать. После супчика, и супчиком тоже хлебушек, но это было все как бы прописано, все было нормально. А потом я решила сделать себе еще пару бутербродиков. В итоге бутербродиков было около пяти бутербродиков немаленьких. И с маслицем, и с медом, и что-то там с колбасой, я уже не помню. В общем, как-то получилось очень вкусно, и оно все проваливалось, и я не знаю, у меня не было вот этого насыщения. То есть я просто ела, и как будто оно все проваливалось в черную дыру. Вот честно, у меня последнее время, еще после Читмила, который произошел, собственно, перед Новым Годом, еда просто проваливалась в мой живот, и там исчезала, потому что я не чувствовала, что я переела, я не чувствовала какую-то тяжесть в животе, или что-то такое. Это очень странно, потому что в Читмилл я просто ела пряники. Я съела семь пряников, просто потому что они хрустели на зубах, и мне было скучно. И просто потом я отвлеклась и как бы закончила их есть, потому что иначе я бы съела просто все пряники. После обеда мы потом сходили погулять, в принципе, все утряслось, и там вышло всего около 600 калорий, вот, потому что я еще думала, что съем вкусняшку, но в итоге я не съела. Поэтому, в принципе, на обед переедание получилось небольшое, но вот это уже получилось не круто. После прогулки я съела еще вкусняшку, и, собственно, уже на сам ужин у нас были жульены. Я, кстати, съела всего один, потому что поняла, что больше не хочу. Все-таки тут я смогла не нажраться, потому что еще предстоял чай. Вот, и там я поела салат, и салатов съела много, правда много. Порции 5 оливье, вот, которые делала сама. Он получился очень вкусным, на самом деле. Вот, порции 2-3 крабового, также около 2 салата с кальмарчиками. Вот. Были еще маринованные разные штучки, но их я как бы от природы не люблю, поэтому на них не налегала. Также бутербродик был, и шампусик. Шампусика было немного. Пила колу с манговым соком. Кстати, это очень вкусное сочетание, но колу так мне тоже очень нравится. После ужина мы тоже отвлеклись сразу же, поэтому мне не получилось как-то еще больше нажраться. А потом мы, собственно, отпраздновали Новый год, и вернулись на чай. На чаю я уже нормально так похавала. У нас был салат из фруктов. Вот. И к этому салату шло мороженое. У меня в итоге был гигантский просто кусман мороженого, потому что мама еще отказалась от своего, и мы его поделили. Получилось так, что у меня было около 200 просто грамм мороженого, но это было очень вкусно, честно. Мне понравилось. Также там были какие-то сладости, вкусняшки. После чего мы отправились играть, смотреть дальше кино. И после уже всего этого, пока мы смотрели кино, мне в голову пришла какая-то такая мысль о том, что я хочу еще чего-то покушать. Честно, мне было немного стыдно перед всеми идти еще делать себе бутерброд с колбасой, который мне очень захотелось. И я решила, что, ну раз захотелось, надо покушать, потому что, ну, а потом уже не смогу. Эта вот мысль, что потом уже будет нельзя, заставляет людей идти просто и нажираться в хламину, чтобы болел живот. Потому что мысль вот эта, что завтра уже нельзя будет, она очень-очень плохая. И я стараюсь себе обычно в читмилл какой-то или какое-то передание сказать, что так, спокойно, завтра поедим. Мы больше не голодаем, все будет хорошо. Пока все смотрели кино, я быстро бегала за парой бутербродов вниз, чтобы никто не видел, потому что есть после сладкого еще бутерброды, но это странно, когда все уже наелись. Вот. Еще кто что обо мне подумал, а подумал. Кстати, на обед я тоже ела пятый бутерброд, когда все только по одному-второму съели. Но меня это не смущает. Я считаю, надо кушать много. Вот. И это абсолютно нормально. У меня растущий организм, все должны кушать много. Вот. Кто кушает мало, вы кринж полный. После уже фильма вечернего большинство ушло спать, а я как-то пошла опять за бутербродами, уже с маслом и медом. Кстати, безумно вкусное сочетание. Попробуйте. И там уже мы сели с сестрой играть, и я просто ела бутерброды. Мы съели с ней пол багета. Ну, в основном я, конечно. Оно опять проваливалось непонятно куда, но мне просто хотелось поесть еще бутерброды. Сначала с колбасой я съела почти всю колбасу. Потом, когда она мне перестала нравиться, я перешла на бутерброды с маслом и медом. Потом я еще доела банку меда. Ела просто масло с медом. Потом еще нашла пряники, которые не доела в Читмилл. И ела их тоже с маслом и медом. Честно, куда пропадала еда, я не знаю. Я просто доела банку меда. И честно, я была очень довольна, потому что в моей, как бы так сказать, хотелке все было удовлетворено. В итоге за три захода Читмиллых я наела около 5000 калорий. Я раньше больше трех никогда не смогла съесть. Я даже на свой день рождения съела только примерно 4300, и у меня уже просто разрывало меня. А тут пять, и в принципе я себя нормально чувствовала. Я не знаю, может у меня там черная дыра появилась. Но я ложилась спать. Честно, немного был ком в горле. Наверное, потому что я все-таки почти перед сном догонялась пряниками и бутерами с маслом и медом. Я съела много масла, много меда. Сестра, кстати, просто обожаю ее. Она вообще мне ничего не сказала по поводу того, что я просто вот время, пока мы играли с ней в карты ночью, все это время я просто сидела и рубала, ела, еду, еще мандаринками закидывалась. Я просто сидела и бесконечно ела. Медленно и долго. Вот, ее это вообще не смущало, она ничего не сказала, только потом такая, типа, Алин, ты же обычная, типа, не ешь много на ночь. Я такая, ну это праздник, она такая, ну и ладно. Забили. Вот, ночью на самом деле в горле был ком, и у меня даже какая-то такая тупая мысль появлялась, типа, я вообще не знаю, как это сделать. Я слышала, что с помощью щетки, но я не хочу пробовать, нет. Это все-таки не для меня, и вообще, я думаю, что это самый плохой способ втаскивать еду. Я проспала нормально ночь, только вот вечером, кстати, в сам Читмил у меня заболел живот, и мне пришлось идти в туалет. И как бы в день, когда я переела, как бы вся еда, ну не вся, я думаю, что половина, она уже вышла естественным путем. Это очень странно, наверное, потому что я прям кучу-кучу съела. Я рассказала уже про то, что днем я, кстати, не считала калории, ну почти, на глаз, как обычно. Я их почти не считала, то есть у меня был какой-то продуманный рацион, там было по 500 калорий на прием пищи, но я его относительно придерживалась, так. Скорее, это что-то было похоже на интуитивное питание после болезни. Дальше про хлеб рассказала, про то, что мне помогает отвлечься, то есть я могу есть какой-то Читмил, и я просто ем, и у меня в жутке место не заканчивается, мне нужно просто отвлечься, я не знаю, там, перейти на игру, фильм, что-нибудь такое. Итоги моего переедания в Новый год. Это, в принципе, надутый живот, который был еще утром даже, надутый на следующее утро. Он не болел, но был относительно надувшимся. Опухшие ноги, как я и говорила, у меня в первую очередь набираются вес, как бы, как вода, не знаю, что это. Короче, в ноги идет все, и они становятся более опухшими еще пару дней. Ну, по крайней мере, два дня точно они у меня были прям, ну, я чувствовала, что они прям сильно стали. Немножко приопухло лицо, но это, в принципе, у меня не особо заметно. Появились прыщи, на самом деле, я тоже об этом подумала, что Читмилы могут сильно влиять на кожу, вот, потому что после них часто появляются высыпания на коже. Это может остановить кого-нибудь от перееданий, возможно. Дальше. Мой желудок сильно пострадал, потому что еще два дня после Нового года у меня болел живот, и я ночью вставала утром, ну, относительно, как бы я спала, просыпалась того, что у меня болел живот, и мне приходилось идти в туалет, поэтому тоже переедание не есть хорошо для желудка. Набрала, наверное, самое интересное, набрала я за этот Читмил, не знаю, сколько, как бы, в первый день был вес. Я взвесилась через три дня, и мой вес составил 45 килограмм, плюс 500 грамм с, как бы, веса до. Я пока не знаю, что будет дальше, как бы, возможно, возможно, еще что-то уйдет. Если уйдет, я расскажу об этом в своем телеграм-канале, поэтому заходите, рекламка такая, подписывайтесь. Вот. И, честно, мне сейчас достаточно тяжело, потому что опять 45. Звучит как скороговорка, как рифма какая-то, но для меня это не классная цифра. Мои ноги не смыкаются в пальцах, вот так вот, знаете. Ну, короче, они не помещаются, и меня это очень напрягает, волнует. Я не знаю, что я буду с этим делать, но пока что я... Мне сложно как-то принять тот факт, что нужно набирать, и я не хочу набирать, поэтому, скорее всего, я буду обратно скидывать до 43. Я знаю, что это плохо, и что мне уже нельзя так делать, но, честно, мне это важно, потому что как только я, как бы, набираю и не скидываю, для меня это как моя личная слабость. А я всегда хочу доказать тебе себе и окружающим, что я не слабая, ну, типа, в плане того, что я умею держать себя, я умею, как бы, сделать что-то, что мне сложно. Я могу это сделать, как, типа, достижение цели. Вот. Я знаю, что я могу сейчас и на голод сесть, и мне это будет вообще несложно, но я этого не делаю, потому что понимаю, что у этого не будет сильного эффекта, я просто замедлю сильно очень свой метаболизм, и от этого мне, собственно, лучше не станет. Я чисто исхожу из вот этого, и сейчас, наверное, я буду питаться немного меньше, опять к тысяче примерно, может, тысяча пятьсот. Не знаю, что будет в ближайшие дни, если будут хоть какие-то отвесы, возможно, получится нормально скинуть вес, не уходя в какие-то крайности. Вот. Но я еще сниму видео о том, как я буду скидывать эти два килограмма, как я буду худеть, потому что есть у меня некоторые мысли. Хочу рассказать о том, какой у меня был опыт в плане всяких диет, в плане голодовок, что точно не стоит делать. Я хочу делать тупые какие-то действия худеющих, которые лично мне добавляли какой-то тревоги или какого-то загону бесполезному абсолютно. Вот. Поэтому хочу развеять какие-то мифы о похудении. Возможно, вы уже как-то их развеяли. Но они существуют, и я не хочу, чтобы люди, которые худеют, себе в голове добавляли каких-то проблем, которые лично я только со временем долгим поняла, что это, ну, камон, это фигня. Можно делать так и как бы не бояться. У меня, кстати, ногти. Можно делать так и не бояться, чтобы было у вас меньше законов. Также расскажу про эффективные, скажем так, моменты в похудении. То, какие штуки не нужно проверять на себе и понять, что они бесполезны. Вот. Самые эффективные, скажем так, неэффективные диеты, наверное, я назову. Но я постараюсь сделать упор на всё-таки правильном похудении, адекватном. Рассказывать всё-таки с адекватной стороны, то есть не говорить, что голод – это лучшая диета. Не надо этого практиковать, потому что расскажу все плохие стороны этого дня или дней. Поэтому будет видео однозначно. Идём дальше. Хочу рассказать также в следующем видео, как выходить из Читмила, чтобы не набрать вес, как я в прошлый раз. Потому что это реально возможно. Можно сделать один день переедания и потом спокойно выйти. Возможно, я даже выпущу об этом целый ролик. А возможно, включу бы, как я сбрасывала, два половины или три килограмма. Вот. Ждите, пожалуйста, просто это видео. Собственно, самое интересное, что же мне подарили на Новый год? Ну, лично мне было бы интересно. Итак, в первую очередь мне подарили постельное бельё. Я ещё сниму всё в, скажем так, в ближнем плане. Из первого подарка это вот такой новенький чехол на планшет. Он, на самом деле, безумно классный, потому что он резиновый. Вот. Теперь он у меня, наконец-то, в красивом новом чехольчике. Это такой лавандово-голубой цвет. Мне очень нравится. Собственно, показываю вблизи. Это такое постельное бельё с мопсиками. Вот. Теперь у меня будет прикольное бельишко. Также это вот такой микрофон. Вот, если что, коробка. Вот. Работает. Пока вроде прикольно. Он подключается к телефону, включается, и, собственно, звук идёт сразу в телефон. Всё было в такой коробке. Кстати, к чехлу шёл ещё стилус, который работает на моём планшете. Ну, плёнка. Это так интересно. Также у меня тут были игрушечки. Вот такой котик. Крутой. Он находится в такой коробке. Плюс там ещё леденцы. Это типа, знаете, открываешь, и чё попадётся. Затем вот такая игрушка. Это пушистик. Коробка уже выкинута. Там ещё были мармеладки, которые я вчера съела. Вот. И ещё вот был такое шоколадное яйцо а-ля киндера, кстати. Оно мне так понравилось. Просто вот безумно мне понравилось открывать яйца шоколадные, потому что я их только в детстве открывала. И да и то по праздникам. Поэтому теперь я буду чаще развить родителей на подобные штуки. Это у меня предсказания из конфет, которые нам тоже подарили, пачку на всех. И ещё от сестры такой красивенький достаточно кулон в виде дракона фиолетового. Мне он очень нравится. Ну и последний подарок, который мне очень нравится. Вот. Сейчас попробую. это чехол. Вот его я ещё наверное на обложке закреплю. Он с медведем. Очень классный. А это я. Тан-дра-дан. Я решила его всё-таки снять. В общем, вот так он выглядит с медведем. Очень люблю этих медведей. Хочу себе даже купить такого большого, чтобы в комнату поставить. Было совсем... У меня же ещё носочки. Короче, это верблюжьи носочки. Очень тёпленькие. Тоже от мамы. Просто Дед Мороз, точнее мама. У меня штабки такие классные. От колы у меня иногда болит живот. Я не хочу этого признавать, потому что мне нравится съебить. Но это чистая правда. Итак, всем большое спасибо за просмотр этого видео. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, как прошло ваш Новый год и сколько вы съели. Позволяли ли вы себе всё в этот день? Потому что для меня это ритуальная нажралка, как я думаю для половины страны. Не надо себе ни в чём отказывать, но идти к цели всё-таки важно. Поэтому комментарии, лайки и пожалуйста, подписочки. Мне очень-очень приятно видеть вашу обратную связь, поэтому очень требую, чтобы её было больше. Всё, всем спасибо за просмотр, за просмотр у меня уже язык заплетается, и пока-пока.